В Дерингринском районе число граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, составляет более 400 человек. На базе центра занятости проводится переподготовка кадров и поиск рабочих мест. Одним из способов трудоустройства населения является проведение ярмарок вакансий. Подробнее в сюжете Надежда Акимовой. В Южной Якутии приступили к работе подрядные организации по строительству газопровода «Сила Сибири». В связи с этим одна из компаний «Краснодар Газстрой» обратилась в центр занятости, чтобы набрать специалистов для строительства важнейшей газовой артерии. Те, которые могли бы принять участие в работе такого мощного российского проекта, как «Сила Сибири», и на территории Нерюнгринского района будет проведена подготовительная работа первого участка, начиная от поселка Чульман, и второго участка на Большом Немныре. Мы рады взаимодействию с новым работодателем. Предприятия набирают сотрудников по 16 направлениям, в основном узкой технической специализации. В данный момент порядка 200 вакантных мест, но строительство только начинается, пока открыт один участок, вернее открыты два участка, один уже работает, второй пока еще на стадии строительства городка. В дальнейшем будет строиться третий участок и компрессорные станции. Денис Тенковенко в статусе безработный находится с марта месяца. Он не мог найти хорошо оплачиваемую работу по своей специальности. Благодаря ярмарке мужчина смог подать резюме, и в скором времени, возможно, он поступит на новую работу. Я думаю, молодая, перспективная компания, все впереди, поработаем, увидим, хотим надеяться на лучшее. Реализация проекта «Сила Сибири» – один из самых больших и крупных на территории Южной Якутии. Глава республики Егор Борисов во время встречи с представителями «Газпрома» обсуждал обязательное трудоустройство местного населения. Краснодар «Газстрой» стал первой ласточкой. Надеемся, что и в дальнейшем другие подрядчики «Сила Сибири» также обратят внимание на местных специалистов. Надежда Акимова, Дмитрий Горбов, НВК «Саха», Нерюнг.